Твойнефтекамск.рф Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений Барахока. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф После долгих лет плодотворной службы в июне прошлого года на заслуженный отдых вышел бывший начальник нефтекамского ГИБДД из Гарна-Биулин. Почти полгода ГИБДД было без руководства. И вот в конце февраля к своим обязанностям приступил новый начальник Реда Зигануров. Судьба Редали Зиганурова – пример того, как детские мечты воплощаются и становятся образом жизни. Еще будучи школьником, он точно решил, что будет работать в милиции. После окончания школы по направлению Болтачевского РУВД Редаль Зигануров отправился на учебу в Нижнетагильскую школу милиции. Своё первое дежурство он помнит до сих пор. Тогда он был еще курсантом. Во время патрули на базаре к нам обратилась женщина непосредственно и обратилась к тем, что у нее украли кошелек. Значит, тут же она описала приметы. Нам дал непосредственно старший патруля ориентировку. Вот, задержать, где он может быть, в какой направлении он скрылся. После чего у нас была непосредственно курсантами организована работа по поиску данного преступника. После чего он был задержан. Потерпевшая так обрадовалась. И для нас это как бы была путевка в данную служебную деятельность. После окончания школы милиции Редальзе Гонору вернулся в родной район и стал участковым-уполномоченным в селе Старо-Болтачево. Не секрет, что многие руководители правоохранительных ведомств начинали свою карьеру именно на земле, будучи участковыми. Участковая, как бы, да, она действительно поближе к народу. Непосредственно работаешь с народом, интересуешься. Какие-то вникаешь в проблемы непосредственно. И я думаю, что не зря я начал свою служебную деятельность с участковых. Для меня, конечно, были трудности, теории, практики, совсем разные вещи. Но, тем не менее, то есть работали в связи с тем, что мы призваны для народа. Женитьба подтолкнула Редальзе Гонорова к карьерному росту. На поиски лучшей доли он отправился в Нефтекамск. Менять сферу деятельности он был не намерен и сразу обратился в Нефтекамску ОВД. Я пришел в отдел кадров, не было нигде мест непосредственно. Только одно вакантное место оставалось старший инспектор ДПС именно данного отдела. Параллельно со службой и заботой о семье, а к тому времени он же стал дважды отцом, Редальзе Гоноров учился заочно в Уфинском юридическом институте. Вскоре будущий начальник ГИБДД стал инспектором по дознанию. Затем дослужился до заместителя командира отдельного взвода ДПС. В 2008 году он отправляется в первую командировку на Северный Кавказ. Служил я в Гудернесе, стояли, значит, мы там на границе с Дагестаном. Ну, сказать не страшно нельзя, потому что как бы все мы люди. Но прибыв туда, да, поначалу как-то было не по себе, но тем не менее нашли непосредственно, установили контакт с мирными жителями, с жителями, также с сотрудниками правоохранительных органов. В 2010 году Редальзе Гоноров был назначен командиром батальона ППС. В его подчинении находилось 150 сотрудников. Больше года он контролировал и обеспечил порядок уже не на автомобильных дорогах. В 2011 году Редальзе Гоноров вновь отправляется на Северный Кавказ, уже будучи командиром. В его сводной роте было 90 человек из 8 республик и областей. Моя основная задача была это сохранение жизни и здоровья. Первым делом сотрудников, данных, видных мне сотрудников. То есть я могу гордо заявить, что 15 человек я увез, 15 человек я привез. То есть все живы-здоровы, вернулись к ним без потерь. И данные сотрудники, где они непосредственно, это именно с Башкирии. А по регионам все то же самое, все живы-здоровы, вернулись по своим домам. Коллектив Нитиканского ГИБДД для Редаля Зигонорова известный. Со многими он работает довольно давно. Я давно знаю Редаля Зигонорова, вместе работали на это. Прекрасный товарищ, прекрасный семья, хороший друг. Требовательный, но требуется справедливо. Думаю, что работа ГИБДД будет на организованном должном уровне, на новом. Поздравления с назначением давно от Гремелин. Впереди у Редаля Зигонорова привычные будни на страже закона. Полина Сюткина, Ренат Юмакаев, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова